На телеканале «Губерния» продолжается специальный проект «Пойдем в музей», подготовленный к юбилею старейшего музея в Хабаровском крае. Это серия репортажей о закулисе Градековского, о работе, которая обычно скрыта от взгляда посетителей. Итак, сегодня в 22.10 смотрите выпуск, посвященный археологам. Наталья Смоленинова подробнее. Хабаровские археологи лишь три месяца в году проводят на раскопках. Остальную часть года они в кабинетах. Тщательно измеряют, описывают и ставят на учет каждый выкопанный черепок. Кто бы мог подумать, но археологи в своей работе используют весь арсенал домохозяйки, прищепки здесь, строителя и даже садовода. Максим, ну неужели с помощью всего этого можно склеивать черепки, которым по несколько тысяч лет? Увы, нам приходится использовать то, что вы назвали инструментом домохозяйки и садовода, потому что до сих пор не придумано специальных инструментов, которые бы облегчили нам фиксацию склеиваемых фрагментов керамики. Фрагменты склеивают обычным клеем момент и, как из пазлов, из осколков собирают артефакт. Первые археологические раскопки в нашем крае провел Владимир Арсений в 1913 году. Произошло все случайно. Во время строительства моста через Амур обрушилась часть берега, и взору открылась средневековая деревня. Директору Градековского пришлось экстренно проводить археологические работы. Сегодня на раскопки археологи ездят почти каждый год. Определенная романтика, конечно, есть в археологических раскопках, но больше всего это, конечно же, трудовые будни. Это мошкара, это комары, то, что никто не отменял, тем более у нас на Дальнем Востоке. Тяжелый физический труд, потому что целый рабочий день находишься в согнутом состоянии. Начало раскопок зависит от погоды. Как только грунт отогреется на несколько метров, можно приступать к работам. Как проходят раскопки, сколько всего артефактов выкопали хабаровские археологи и какими экземплярами гордятся, смотрите сегодня в проекте «Пойдем в музей» на телеканале «Губерния» в 22.10. Наталья Смоленинова, Павел Павлов, телеканал «Губерния».